Привет! На связи снова Кельпи. Если вы еще со мной не знакомы, давайте познакомимся. Я косплеерша и такая любительская блогерша. Как вы уже поняли по названию видео, я буду вещать сегодня про наушники Йову Сакура. Наверняка вы их видели у блогерш, у стримерш. Они, ну, очень красивые. Правда. Но я, когда выбирала наушники, я не нашла честных обзоров на эти наушники. И только распаковки, какая у них красивая коробочка, какой у них кейс, как все классно, как все красиво. Ну, красивый дизайн самих наушников, подсветочка. Все прекрасно, замечательно. Только такие видео существуют в интернете. Ну, может быть, я плохо искала на ютубе. Может быть, я не знаю. Может быть, никто не сталкивался с такими трудностями, с которыми столкнулась я. Ну, в общем-то, я хочу, чтобы это видео появилось. И люди, для которых такая сумма за наушники достаточно большая, чтобы они знали, что берут. Не просто красивый аксессуар. Не просто красивый аксессуар, а что-то, чем можно пользоваться каждый день, радоваться и все такое. Когда я выбирала наушники, я выбирала между Рейзерами и Йогу как раз. Я хотела именно кошачьи ушки, чтобы они светились, чтобы они были им миленькие и все такое. И я, на самом деле, сама на себя злилась за то, что я хотела именно самые дорогие. Рейзер стоит чуть ли не в полтора раза дешевле, чем Йогу. Ну, я буду говорить про ценовую политику того, когда я покупала. Это было год назад. Я пропользовалась наушниками год, выявила некоторые нюансы, записала их, и сейчас вам о них, собственно, расскажу. Итак, из плюсов, которые рассказывают обзорщики, Да, они действительно очень красивые. Их удобно довольно-таки носить на голове. Они заглушают звуки вот этими подушечками, прям я свой голос слышу иначе. У них довольно милое приложение. Оно даже с гачей. Там вот эти вот цвета, которые снизу, они достаются из гачи. Кто не знает, гача это где-то случайно вытягиваешь. Можно сделать подсветку разную, можно сделать, чтобы оно мигало. Правда, сейчас из-за света ничего не видно. Вот это, по-моему, разными цветами мигает. Ну, вы можете сейчас увидеть за счет того, что оно мигает. Вот, то есть в этом плане все прекрасно. Они светятся, у них действительно красивое приложение. То есть это не просто, как вот делают RGB-лент, знаете, вот это вот. Стремное. Они делают все красиво и замечательно. В этом вообще никаких претензий. Включу розовенький. Все равно не видно на камере, господи. Ну, красиво, блин, как красиво. Вот этот вот дизайн. Я просто влюбилась вот в эти вот светяшки. Вот эти вот светящиеся штучки на ушках. Блин, мне так грустно. Самой грустно из-за того, что на самом деле это за наушники. Когда я ими попользовалась, во-первых, я испытала дичайшее неудобство в связи с подключением. Я не знаю, как это нормально объяснить. Мне техподдержка сказала, что просто у меня там что-то в компьютере непонятное. А я такая, окей. Да, техподдержка мне отвечала, но только на удобные вопросы. Если я говорила какие-то неприятные вещи, на которые у них нет ответа, они просто игнорировали. Так вот, когда я попыталась в них постримить на Твиче, я испытала такие трудности с подключением их к компьютеру. Там нужно было... А, ну я в первую очередь хотела, чтобы я взяла эти наушники, они со встроенным микрофоном. Да, у них есть дырочка для звука. У них есть микрофон встроенный. Я думала, что я вот так вот их надену, подключу по блютусу, либо через провод и буду стримить. И у меня будет звук в наушнике идти на стрим. Мне не нужен будет микрофон. И я буду слышать звуки из игры. И у меня не будет дублироваться звук. Из-за того, что звук, когда его включаешь в компьютер, он дублируется. Ну, то есть, если из колонок компьютера. Он дублируется, то есть, он в микрофон еще попадает. И из-за этого происходит эхо. И, к сожалению, эти наушники не решили мою проблему. И мне пришлось дополнительно подключать микрофон. Я приобрела себе собственный микрофон, бэушный у подруги. И это как бы решило проблему. Но это такая трудность, с которой я не ожидала столкнуться. Хорошо. Я решила проблему. Я купила микрофон. Подключаю отдельно микрофон и отдельно наушники. Все прекрасно. Я не смогла сконнектить наушники через провод. Я не знаю, что со мной не так. Я на минуточку закончила высшее учебное заведение по специальности информатика и вычислительная техника. Я, может быть, чего-то не знаю, может быть, в чем-то не разбираюсь. Но у меня не получилось подключить наушники через провод. Я просто хотела их так подключить, чтобы на стриме я не была ограничена зарядом у этих наушников. Просто стримила себе и стримила, пока у меня силы есть. Окей. Хорошо. Не получилось. Ладно. Будем стримить по блютусу. Далее прикол пошел. Когда я сижу в наушниках, подключенных к компьютеру, и я беру в руки телефон, чекнусь там в сторис, не знаю, в кружочке в телеграме, и вот это вот все. Телефон подключается к наушникам по блютусу, не спрашивая у меня. И происходит полная каша. Это, наверное, сделано для удобства, что вот я могу одновременно из телефона послушать сторисы через наушники, из компьютера там сериальчик. Но сериальчик нужно будет поставить на паузу. Ну, блин. А если я залезла в телефончик при просмотре сериальчика и не поставила сериальчик на паузу? И что? И что дальше? И чтобы вы понимали, кстати, насчет провода. Кстати, провод. Провод же тоже красивый. Да, тут у меня переходник для телефона. Вот видите, как красивенько все сделано. Дизайн каждого этого. И сам провод красивого розового цвета, прям очень красиво. Вот, насчет провода. Я без проблем сконнектилась с телефоном. Я не знаю, в чем прикол. То есть, я вставляю провод в телефон, и все прекрасно работает. Но если я вставляю провод в компьютер, он не работает. Я изучила весь интернет. Я перекопала все вообще, что могла найти. Не нашла просто решения этой проблемы. Не знаю, в чем прикол. Может быть, у меня гнездо на компьютере сломалось. ХЗ. А, нет, гнездо мы тоже проверяли. Мы подключали другие наушники к ноутбуку, и с ними все было в порядке. То есть, дело именно в наушниках. ХЗ. Вот. И подсветка у наушников меняется через Bluetooth. Через это приложение на телефоне, через Bluetooth. Соответственно, если я смотрю с ноута сериальчик с наушниками, я не смогу поменять подсветку. Мне нужно отключиться, подключиться к телефону. Именно вот, ну то есть, звук со сториз, он хавает нормально, подключается, и все прекрасно. Но если я хочу поменять подсветку у наушников, фигушки там, нужно обязательно отконнектиться от компьютера, приконнектиться к телефону, прямо через настройки, и только тогда я смогу поменять подсветку у наушников. Конечно, это не принципиально важно, но это странно. Это странно. Я хочу их куда-нибудь так вот положить, чтобы мы их видим. Здесь такие смешные. Как их так положить? Вот так. Ах да, пока я их взяла в руки. Вот посмотрите на золотую полосочку. Вот в этом месте раньше она была вся закрашена, как около ушек. Соответственно, я беру вот так вот наушники, да, когда я их достаю, там, да, я их беру вот так, и, соответственно, вот это место постоянно подвергается какому-то, ну, трению, да. И вот у этого места вся золотая вот эта вот красочка благополучно слезла. Произошло это за пару месяцев. Вот на этих ушках, я думаю, тоже слезала бы, если бы я трогала в этом месте постоянно. Здесь она тоже есть. Соответственно, нет места, в котором ты можешь взять и ничего не стерить. Но самое удобное место это вот это. Ну, это очевидно, не знаю. Им я тоже написала по этому поводу. Мне... Я прислала видео, как я делаю просто вот так вот. Ногтем. И оно слезает. Мне ответили, нам очень жаль, нам очень жаль. Это очень грустно, да. И... И все. И больше мне ничего не написали. У меня была такая, знаете, оптимистичная надежда, что мне пришлют новые наушники. Нет. Не прислали. Вот. Вот так вот я их положила. Далее. Если что, решение проблемы с подключением наушников к телефону, когда вы смотрите с компьютера что-то, через наушники... Кошка ходит. Нужно отключить Bluetooth на телефоне. Просто в настройках вырубаете Bluetooth, и они не коннектятся. Вот. И я такое решение для себя выбрала. Выбрала и, в принципе, рабочее. Вот. Далее. Если я просто залипаю в телефончик, используя наушники, когда я смотрю что-то, знаете, вот короткие видео со звуком, где-то первые 2-3 секунды звука просто отсутствует. Там присутствует задержка на 2-3 секунды в начале. То есть, да, я смотрю там, например, сториз. Несколько сториз подряд. Они там кто-то со звуком, кто-то без. И если сториз со звуком, первые 2-3 секунды звука не будет. Потом оно подгружается, но как бы ты пропустил часть звука сториз. А некоторые блогеры, они начинают прям сходу в первые же секунды что-то говорить, и ты просто не понимаешь, о чем речь. Ну, странная штука. Опять же, с другими моими наушниками такой фигни нет. И даже слышно такой шум в наушниках, когда там тишина. И такой как бы щелчок небольшой, тихонечко, маленький щелчок, когда он подсоединяется. Такой, как будто там что-то переключают. Это не очень комфортно. У меня есть с чем сравнить. У меня есть оригинальные AirPods'ы, iPhone'овские. Я с ними уже 2 года живу, и я сравниваю с ними. Они плохо коннектятся к компу. Это факт. Поэтому я, собственно, и хотела купить наушники для компа. Но они оказались тоже наушники, больше подходящие для телефона. С ними можно сидеть с компа, но тут такие костыли вылезают. Типа, отключи Bluetooth на телефоне. Если хочешь поменять подсветку, включи и подконнектися. Поменяй подсветку, обратно подключи к компьютеру. Когда я стримы запускаю, там нужно... Я, по-моему, полчаса тогда настраивала, просто чтобы у меня был звук, как мне надо. А как мне надо, я просто включаю игру. У меня не должно двоиться звука из игры. Для этого нужны наушники. Ну, чтобы я слышала этот звук, потому что без звука играть, ну, странно. И чтобы у меня микрофон сконнектился с звуком в стриме. Все. Ничего сложного. Но почему-то я, блин, это настраиваю просто с этими наушниками. Миллион лет. Это очень странно. И мне обязательно нужна при настройке чья-то помощь. Поэтому приходите на стримы настраивать мне наушники. Вообще, я сейчас подзабила на стримы по той простой причине, что, ну, меня просто не смотрят. Вот. Поэтому напишите в комментарии, если хотите, чтобы я что-нибудь постримила. Если я буду видеть, что вы что-то хотите, я буду выходить в эфир чаще. И если вас не устраивает платформа Twitch, я готова перейти на YouTube вообще без проблем. Я просто переконнекчусь к YouTube и все. Вообще никаких проблем. Мне без разницы, где стримить. Вот. Ну и финальное, так сказать, добивающее, это то, что качество звука в этих наушниках не очень хорошее. Я понимаю, что это красивый аксессуар, который не обязан звучать там супер круто. Я не то, чтобы какая-то аудиофилка, которая гонится за хорошим качеством звука. Но я не смогла просто слушать музыку через эти наушники. То есть вот колонка от Яндекса. Это не реклама, если что. У меня не покупают рекламу, если что. Вот колонка от Яндекса. У нее хороший звук даже у первого поколения станции Мини. Я читала о том, что качество с каждой новой колонкой улучшается. Но прекрасный звук. Замечательно. Громко орет, если надо. Все прекрасно. А у этих ребят музыка, она, простите, пердит. Она фонит. Я просто не могу такое слушать. И это очень грустно. То есть эти наушники подходят. Ну вот А для чего они подходят? Смотреть видосики в интернете с них неудобно. Смотреть сериалы, фильмы неудобно. Стримить почему-то тоже неудобно. Я не понимаю, почему. У них красивый дизайн, но позолота облупилась за пару месяцев использования. Для чего эти наушники? Я сравниваю их с ирподсами за меньшую сумму денег, так сказать. Тоже ирподс первого поколения, потому что я не люблю вот эти вакуумные штуки, которые вставляются в уши. Я люблю твердые наушники. Поэтому я взяла себе ирподс, который твердый. И там хороший прекрасный звук, замечательное соединение. А здесь ну что это? Что это такое? Да, красиво. Очень красивая упаковка. Не спорю. Тут стоит коробочка. Очень красивая коробка, очень красивая упаковка. Ну, вы можете посмотреть распаковки, их миллион на ютубе. Там еще вот такой вот кейс. Очень шикарный, кошерный. Я его использую, чтобы хранить вещи. свои. Что, добро пропадать, правильно? Коробка у меня стоит тоже как украшение, как плакатик красивый. Вот. Ну, то есть все прекрасно и красиво, но только для распаковки на ютубе. Поэтому если вдруг вы хотите эти наушники, берите их только, если вам не жалко на это денег. Не жалко денег на красивый аксессуар, в котором вы будете делать фоточки. фоточки красивые получаются, вообще бесспорно. Но использовать их тот еще геморрой, к сожалению. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Надеюсь, ничего не сделает такого производителя этих наушников, фьёву, что это видео удалят с ютуба и все сразу. Вот. Надеюсь, что это будет полезно. Я для этого видео специально накрасилась, потому что обычно для видео я не крашусь, мне лень. Вот. Если вам понравилась моя, так сказать, подача, можете посмотреть другие видео на моем канале, если вы не видели еще. Я, в принципе, снимаю видосики, так знаете, чисто для друзей. У меня есть такое, знаете, желание стать чуть-чуть популярнее, набрать немножечко подписчиков и снимать уже для них, не только для своих друзьешек. Вот. В планах у меня контент такого плана. Во-первых, у меня недоснята серия видосов про переезд. Мы переехали год назад, я сняла там серию видео, там, по-моему, 4, что ли, ролика, у меня есть плейлист, если что. Я недосняла финальный видос. По той простой причине, что ремонт это то, как ты живешь, а не что-то финальное, завершившееся. У дизайн-проекторов, да, есть какой-то финал, какой-то уже, что они сдают, а когда ты живешь в квартире, в которую ты переехал, у тебя постоянный ремонт, постоянно ты доделываешь то, доделываешь все, вот, но если все-таки это все подытожить, надо как-то что-то снять, какой-нибудь рум-тур, что-нибудь красивенько показать, правда, сейчас мы планируем доделать розетки и сделать RGB-подсветку, короче, я не знаю, мне сложно собраться как-то и снять это все, еще надо убраться для этого всего, ну, сами понимаете, вот, далее, какой еще у меня был видос в планах, я снимаю косплей-видосики, у нас в планах много косплей-видосиков еще в будущем, что такое косплей-видео, это как фотосет, но в видеоформате у меня есть видео с Jinx, которое мы сняли с моей прекрасной подруженькой, оно прекрасно выглядит, это ее одна из первых работ, она сейчас нарабатывает портфолио, мы с ней планируем еще много снять всякого, поэтому можете посмотреть, если вам понравится подписаться, вот, видео с Power я сделала из бензопилы, его я сделала сама, дома, своими силами, сама смонтировала, качество немножечко другое, так, знаете, похуже, как качество картинки, так и все остальное, потому что, ну, я, если честно, не люблю монтировать, я стараюсь снимать видео, чтобы вот взять, вырезать там, где я вот так рукой тянусь к камере, чтобы ее включить и выключить и запулить это все в интернет, а нарезки, я делала поначалу нарезки, чтобы вырезать вот эти все, вот, но потом, потом я поняла, что людям в целом-то нравится такая подача, и я решила оставить все эти мои, вот, да, пускай будут, это часть меня, вот, да, ну, я думаю, все, можете подписаться на мои соцсети, они будут в описании, можете поддержать мой канал на Бусти, там тоже есть ссылочка в описании, я хотела бы получать донаты на свое творчество, но пока с этим не особо хорошо получается, у меня есть донатеры, которые любят всякий фан-сервис, вот, но это не очень много, это очень редко бывает, ну, в плане донаты от такого человека, но, в общем, вот, если вы случайно попали на этот канал, потому что интересовались этими наушниками, добро пожаловать, если вы мой старый добрый подписчик, я вас очень люблю, спасибо за поддержку, и пока! Это кошка моей мамы, она приехала к нам в гости на неделечку, да, алкоголосая? Смотрите, какая шлядкая, ну? Шлядость! Зацепилась, да? Киии! Хоба! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Смотрите,